Посмотрите программу «Что это значит?». Мы продолжаем. Банк Дом.РФ запустил льготную ипотеку на строительство индивидуальных жилых домов своими силами. Ранее о запуске пилотной программы на самостоятельное строительство частных домов объявило правительство. Насколько такая ипотека будет доступна для россиян и есть ли в ней подводные камни? Обсудим через пару минут, ну а пока коротко об условиях. Да, и так льготная ипотека на возведение жилого дома своими силами, то есть без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками, выдается по ставке 9% годовых. Каждый транш перечисляется на отдельный этап строительства и только после того, когда банку достоверится, что предыдущий этап выполнен. Максимальный размер займа это 12 миллионов рублей для Москвы и Подмосковья, и Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для остальных городов и регионов это 6 миллионов рублей. В качестве залога можно будет принять земельный участок, на котором планируется строительство, и уже готовый дом. Что важно, строительство должно завершиться в течение 12 месяцев с даты заключения договора ипотеки. По оценкам Дома РФ до конца года в рамках этой пилотной программы может быть выдан около 8 тысяч кредитов. Общая их сумма оценивается в 50 миллиардов рублей. Вот будет ли спрос на такой тип льготной ипотеки? По недавним опросам в ЦУМ и Дома РФ, более 70% российских семей хотели бы действительно в частном доме жить, и треть из них планирует построить его собственными силами. Многие уже это делают, согласно мониторингу строительства, которое проводит газета «Коммерсант». За последние два года резко выросли темпы строительства именно частных домов, при этом доля ипотеки на них очень низкая. Дело и в высоких ставках, и в рисках, связанных с таким видом строительства. Да, и стоит отметить, два года назад заработала льготная сельская ипотека под 3% годовых, и программа эта оказалась успешной. В итоге Минсельхоз выделил дополнительные 500 миллионов рублей на ее реализацию. Главное требование для заемщика – это жилье должно находиться в сельской местности, а также быть пригодным для проживания и должно быть со всеми коммуникациями. В городах с частным сектором купить дом по этой программе невозможно, если он не включен в программу развития сельских территорий. Ну вот, что касается этой программы, которую мы сейчас обсуждаем, вроде все понятно, но, как говорится, что конкретно, сейчас мы уточним. Михаил Ковалев, директор консультационного центра Дом РФ, сейчас с нами на связи. Михаил Владимирович, здравствуйте. Ну вот, прежде всего, непонятно, если дома еще нет, что все-таки будет оставаться в залоге у банка? Если мы говорим про земельный участок, то это ведь совершенно неравноценно сумме займа. Да, все верно. Именно с этим как раз таки и связана непопулярность данной программы у банков. И поэтому такая маленькая доля кредитов, которые выданы именно на такие кредиты, потому что банки расценивают их чаще всего как потребительские кредиты. И для заемщиков всегда создавались дополнительные барьеры и дополнительные условия требовались. Либо необходимо было использовать аккредитованных застройщиков, иметь подрядные организации, либо использовать аккредитованные согласованные проекты домов, либо предоставлять какой-то дополнительный залог обеспечения. А здесь важно ответить, что популярность и, наверное, востребованность в такой программе, она в первую очередь у людей, у семей, семей с детьми и многодетных семей, которым, наверное, стандартные условия в квартирах не очень подходят. Это как раз таки необходимы условия, в которых сможет найти свой уголок каждый из членов, каждый ребенок будет иметь свою комнату, будет лежайка перед домом. Да, это понятно. Вы красиво все расписываете. Строить этот дом нужно будет только самостоятельно, не привлекая профессионалов? Вот в чем отличие? Вообще мы считаем, что сегодня День защиты детей, и правительство, по сути, сделало подарок с ними, с детьми, разрешив им строить самостоятельно. Раньше можно было строить только с привлечением подрядной организации. Сейчас можно самому выбрать проект, самому найти организацию, которая продает материалы, и дальше самому найти подрядную бригаду, которая тебе построит этот дом, либо самому построить, если ты настолько уверен в своей силе. В этом как раз таки и есть отличие, и что значит пост-пост, когда ты самостоятельно сам строишь свой дом. Для банков по-прежнему сохраняется все тот же уровень риска, при этом банки не требуют в рамках программы дополнительных залогов, нет требований к каким-то типовым проектам, то есть ты можешь быть абсолютно с любым проектом, и банк тебе это одолгует. Залогом будет земельный участок и дом, который вы построите уже по факту. Получается просто, что на практике, как это обычно выглядит, дома такие в частном секторе строятся с нарушениями, потому что редко кто-то обращается к архитекторам, к специалистам, делают сами. И по сути можно принести вам какой-нибудь проект, условно говоря, избушки на курьих ножках, и вы его согласуете, по сути поддерживая вот эту практику некачественного строительства? Ну, надо сказать, что у каждого банка есть свои требования. Конечно же, банк будет соотносить тот проект, с которым приходит человек, с той суммой, которую он запрашивает для реализации этого проекта. И, конечно же, ситуация, когда излишнее или избыточное финансирование на избушку на курьих ножках, такой ситуации банки не допустят в первую очередь, потому что они оценивают свои риски. В то же время, когда люди просят и обращаются массово, в том числе на наши профессиональные центры, указывают, что подрядная организация закладывает свою маршру и тем самым повышает стоимость, делают недоступными такие объекты, это было услышано. И сейчас люди могут выбрать из имеющихся проекта домокомплект, купить напрямую у производителя этого домокомплекта, и тем самым не строить избушку, а взять продуманный проект, который подходит под конкретную семью. Построить дворец. Об условиях ипотеки прописано поэтапное строительство. Как это будет контролироваться, если в отведенный год заемщик попросту не укладывается? Какие его ждут санкции? Например, Том РФ, банк Том РФ будет контролировать посредством специального мобильного приложения. Там транши будут выдаваться на определенный этап строительства. Например, фундамент, тепловой контур, крыша, инженерия внутренняя. Соответственно, выдача следующего транша будет только после того, как будут загружены материалы, подтверждающие, что предыдущий этап выполнен. Например, фотография залитого фундамента. После этого можно будет получить транш на уже, соответственно, стены, крышу и так далее. Что касается сроков, то действительно срок сейчас 12 месяцев предусмотрен. В случае, если человеку этот срок не уложится, то также программа предусмотрена повышение ставки. При этом повышение ставки не навсегда, а до момента регистрации дома. То есть человек, если не укладывается 12-месячный срок, он с 13-го месяца до момента регистрации будет платить повышенную ставку. После того, как зарегистрируется, будет оформлен залог на банк, ставка будет снижена до, опять-таки, льготного уровня до 9%. Михаил Владимирович, коротко, когда начнут выдавать такие займы? Заявки уже банк Домкредит принимает. Соответственно, после завершения процедуры рассмотрения, выдачи начнутся сразу. Основные кредиторы также подтвердили, что они заинтересованы в реализации. Как только они пройдут внутреннее согласование в банках по утверждению программ, они также начнут прием заявок и выводить. Мы ожидаем, что в ближайшие дни, даже в неделе, начнутся эти выводы. Спасибо большое. Михаил Ковалев, директор консультационного центра ДНОМ РФ. Субтитры создавал DimaTorzok